всем привет наконец-то у нас произошло ослабление карантина появились ярмарки сегодня первый день как появилась ярмарка и появилась вот такая кумбрия в магазинах тоже было и при карантине полно рыбы и все но она такая страшная в магазине она там уже наверно 300 лет лежит а это свеженькая вот она такая лосница пузик такой красивый беленький все нормально поэтому приготовим сегодня с кумбрию по такому рецепту который я в интернете вычитал и автор этого видео назвала его мурманское сало почему-то мурманское сало она его так назвала можете загуглить на ютюбе это можете загуглить мурманское сало и увидите оригинальный рецепт потому что я уже буду тут немножко варьировать всякими специями и всем по своему вкусу естественно и очень мне понравился этот рецепт чем понравился что рыба после того как она замаринуется скажем так или просолится она помещается в морозилку и по необходимости можно с морозилки доставать нарезать тоненькими кусочками и все и обратно в морозилку она там может храниться месяцами очень вкусно как говорит автор и мне этот рецепт понравился и хочу его воплотить так сказать в жизнь у себя уже и попробовать что с этого выйдет у нее было две скумбрии у меня я взял одну для пробы посмотрим что ну первым делом отрезаем ей бошку вот мы отрезаем вот ну и правильно вот если у нее борку отрезали так вести я заметил что скумбрии вот эти ребра и кости они как-то сами отстают я думал что рыба может не свежая нет это во всех рыбах так не знаю почему это свой вот такой и теперь надо вырезать ребят какая красивая рыбка да у него я такую а так было не думаю Спасибо. Так, остался хребет, смотрите, практически я счесал по хребету, ну в общем нормально прошелся, мясо с этой стороны, вот немножко мяса осталось, и все. Вот так, вроде бы, я лошу и перел. Так, вот эти кости, которые я вам говорю, они сами отходят, и это не зависит от того, что свежая рыба или не свежая, это такое свойство, я так понял, что такое свойство в этой скумбрии, я их еще не видел в скумбрии, что, нет, ну некоторые вот, можно их и не вынимать, потом уже, когда будем нарезать, то они сами. Короче, они крупные, и очень хорошо видно, видно их, когда вы едите, их очень хорошо видно. Вот так вот, я сделал, и даже и не мыл. В чем заключается рецепт, который эта женщина показывала, это, значит, ну соль, перец, кориандр, ну как сухой посол делаете. Ну, плюс еще чеснок там присутствует, я чеснок очень люблю, и поэтому мне понравился этот рецепт. И еще понравился, потому что его, это, в морозилке можно хранить, можно взять несколько штучек. Ну, правда, оно сразу съедается, что там это самое. Так, все, я сейчас оботру бумажными полотенцами эту рыбу, даже под кран не буду я залазить. Вот. Просто бумажными полотенцами я оботру ее хорошенько, и тогда уже продолжим. Продолжение следует... 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 Что мы даже метро остановили. Ой блин. Значит тут, я думаю, я всегда использую такую соль. Вот эту экстра, которая мелкая, дай её что-то мне. Ну, короче, на такую рыбу тут даже много было. Ну, например, горку. Без горки. Без горки горку. О, вот так вот. И ложку сахара. Всё. Всё, ложку сахара, ложку, ну... Даже сахаром, ну... Патон шух. Патон шух. Оборачиваем. Патон шух. Патон шух. Чириландр. Нормально-то. Это перец чили, самодельный, кстати, покажу когда-нибудь, как я делаю этот перец, ну как я делаю, просто покупаю перец острый, его высушиваю в духовке, и потом в этой ступке, так называемой ступке, его расколачиваю, засыпаю в бутылку, и в бутылке уже окончательно его доделываю. Ну в принципе все, кроме этого, кроме соли и чеснока, хорошенько соль перемешаю. Это перец чили, это я уже сам, ну мне нравится там, а вы будете смотреть, если вы будете смотреть канал этой женщины, мне очень понравился этот рецепт, посмотрим, что он выйдет, выйдет хорошо, не выйдет, я скажу, что это самое. Да, оно в морозилке будет сутки стоять, так что это продолжение будет следовать. Ну вот так вот, не сильно, может даже и много, ну тут пополам и с сахаром, так что, не страшно. Да, будет очень сильно острый, не, ну я люблю такие, это на любителя. Вы, конечно, вот этот чили перец не сыпьте, ну кориан, перец это нормально, и соли там, ну соли там, ну соли по вкусу, конечно, сахара чуть-чуть, ну а чеснока тоже по вкусу, потому что я, наверное, целую, не, не, ну зубчика два на каждую половинку. И все, сейчас обшищу чеснок и чеснок отбалкой подавлю, и дальше продолжим. Я попробовал, думал, что мне много насыпал соли, но соль пополам и с сахаром, там ее практически не ест. Не, ну как ли это соль? Репка уже опустила, ну сахар и соль, дотяливая с нее жидкость. Немножко обмакнул. Ну я думаю, два зубчика на одну, на одну половинку хватит. Ну вот этот. Он уже появился, наш, не, ну он уже появился, наш украинский, но он имеет свойство гнить. А вот этот чеснок, это, скорее всего, китайский. Он никогда не гниет. Он может храниться вечно. С чего они, эти китайцы его делают, я не знаю. Или это такой сорт, или такое хранение. Наш чеснок до нового года, ну еще январь. И все, и начинает гнить. А этот вечный, ему ничего. Знаете, наверное, чесноков мало. Посмотрим. Это, если что, следующую, делаем лучше рейку. Не буду я больше. Вот так вот. Твою. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Вот что мы сейчас делаем. Берем рыбку. Вот так вот. И получается такая колбаска. И заворачиваем кронку. Вот. Звучит музыка. Звучит музыка. Вот. 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 Значит, она говорит, что 3 часа при комнатной температуре. Комнатная температура бывает разная. Зимой топят так, что батареи раскалены и комнатная температура 25 градусов. Сейчас лето. Батареи не топят. И комнатная температура 15 градусов. Так что... Вот такие у нас средние годовые комнатные температуры. Звучит музыка. Вот так она должна приезжать 3 часа. А потом на сутки в морозинку. В общем, все. Пускай лежит. А уже когда через сутки я выйму, то я уже покажу, как она нарезается и какой вкус. Ну, короче, поделюсь впечатлениями, что с этого получилось. Ну, слава Богу, что у нас послабление. И уже начинают работать ярмарки. Уже ярмарки, автобусы пошли. Ну, все равно в магазинах все люди ходят в масках. На улице уже никто масок не носит. А в магазинах... В магазин не пускают, охранники не пускают, если у маски. Ну, вот такие у нас новости. Все. Пока. Не, ну продолжение будет. Будем пробовать, что же с этого получилось. Ну, а пока все. Да, еще я хочу сказать... Уже после того, как почти выключил камеру, что чем мне нравится скумбрия... Скумбрия такая рыба, что ее невозможно... Вот когда готовишь, ее невозможно плохо приготовить. Она вкусная в любом виде. Абсолютно в любом виде. И маринованная, и соленая. Ну, копченая вообще за уши не оттянешь. Если она, конечно, не жидким дымом сделана, а нормально закопченная скумбрия... Это... Да куда там семга? Семга... Не то. А это рыбка такой... Средней категории. Ну, в общем, дешевая, скажем так. И очень невкусная, жирная и полезная. И очень трудно что-то плохое с ней сделать. Ее можно даже сырую есть. А так чуть-чуть посолили, поперчили. Я уверен, что она будет вкусная. Еще чеснычок. Короче, все ингредиенты те, что я люблю. Вот. А вы тоже можете сделать. Я говорю, что ее очень трудно чем-то испортить. Так что бегите, экспериментируйте. Все будет хорошо. Я в этом уверен.